МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помогут посетителям представить историю денег со времен Ивана Грозного до наших дней. На выставке можно будет узнать, как возникли первые фальшивые деньги и как при Екатерине II появилась защита от подделок. Наша выставка предназначена для разных возрастов. Она будет одинаково интересна как школьникам, так и людям зрелого возраста. И выставка продолжает серию выставок, которые начались в прошлом году, в год 160-летия Банка России. И на ней наши посетители смогут узнать, как защищали деньги, начиная с древнейших времен до современного времени. Представители Банка расскажут о новых технологиях проверки денег и о современных признаках подлинности. Кроме того, можно будет узнать много интересных фактов о банкнотах и монетах. Например, если посмотреть на пятитысячную купюру через лупу, на ней будет виден «Амурский тигр». Посетить выставку всежелающие могут бесплатно в любое время по графику работы Национальной библиотеки имени Чувайна. В будние дни с 9 утра до 7 вечера, кроме пятницы. А в выходные дни с 9 утра до 4 вечера. Экспозиция будет работать до 28 января. Для самых маленьких в Республиканском театре кукол пройдет второй показ премьеры проделки «Козы Дерезы». Спектакль поставлен по мотивам известной русской народной сказки. Театральное представление очень музыкальное. За основу взяты русские песни, такие как «Коробочка», «Вечер поздно», «Выйду за ворота» и другие. Маленьким зрителям и их родителям не придется скучать, ведь на сцене будут представлены выразительные куклы с их яркими характерами и красочные декорации. Самое интересное в том, что в роли «Козы Дерезы» выступит режиссер спектакля Евгений Насупа. В его исполнении «Коза» не только хитроумная, но и весьма обаятельная. Спектакль можно будет увидеть 23 января в 11 часов утра. Постановка подходит детям с 3 лет. Театр оперы и балета имени Эрика Сапаева приглашает зрителей на премьеру балета в двух актах «Хрустальный дворец». Постановка пройдет в эти выходные – 22 и 23 января в 16.00. Также театр представит оперу «Аида» в среду 26 января, а неделя завершится показом знаменитой и любимой зрителями оперетты «Летучая мышь». Академический русский театр драмы имени Константинова покажет в субботу мелодраму «Валентинов день», а в воскресенье – трагикомедию «Злоумышленники». И по традиции провести вечер пятницы можно будет в театре, посмотрев спектакль «Лодочник». Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин